Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, перед нами пятница. Пятница Великого Месяца Элул. Сказал один мудрец, что Элул это похороны прошлого во имя лучшего будущего. И это обязательная подготовка к Рошашана, к изобилию и процветанию в следующем году, если мы сделаем правильные выводы. Из этого года надо срочно меняться. Надо вспомнить о том, что в этом месяце небо обостренно реагирует. На то, старается человек что-то сделать или нет. Кто пропускает этот месяц, него спрашивается, к сожалению, намного более строго. Спрашивается тем, кто все видит, не только действия, не только слышит слова, он видит мысли. Это тоже надо понять. Рассказывают историю о Израиле Мэйре из Радина, которого мы все знаем по книге, по его книге «Хафицхайм». Однажды он ехал с одним извозчиком, которого нанял. Тот был простой еврей, сидит на облачке. Когда они проезжали мимо яблочного сада, который принадлежал одному из местных помещиков, извозчик остановил лошадь и пошел рвать яблоки. Говорит Хафицхайму, ты посмотри, чтобы никто не увидел. И вот когда он мешок развернул, только хотел срывать яблоко, Хафицхайм начал кричать, видит, видит, видит. Извозчик перепугался, бросил мешок, скорее начал хлестать лошадь, отъехали на какое-то расстояние, посмотрел. Говорит, так никого же нет, кто нас видел. Как никого нет, говорит Хафицхайм. Творец мира видит нас, разве его ты не боишься? Вот это правильный подход к месяцу Иллу. Нам надо понять, что Бог хочет от нас, чтобы мы исправили себя. Он никак не хочет нас наказывать. Надо вдуматься в слова, которые мы знаем, ибо не Бог желающий злодеяния ты. Из этих слов учат Медрешет Танхума в главе Тазрия, что Всевышний не стремится наказать свои творения за грехи. Как написано, слово Господа Бога, это пророк Ехесхель. Разве я хочу смерти грешника? Только возвращение грешного с пути его и будет жить. Что такое? Что это означает? Наоборот, Всевышний желает оправдать свои творения. Как это было с первым человеком Адамом? Всевышний вел его в райский сад. Дал ему заповедь, не есть от дерева познания добра и зла. Адам что сделал? Приступил заповедь Бога. Всевышний заговорил с ним. И что он говорил? Он начал говорить, чтобы человек раскаялся. Написано, его звал Господь к Адаму и сказал, где ты? Где ты? Это намек на намерение Всевышнего, что скажи, скажи, где ты опустил, скажи, и мы вместе исправим ситуацию. Но не получилось. А где видно это? Написано, что сначала имя Бога мы находим, которое имеет отношение к мере милосердия. И только потом имя Бога и Лаким связаны с мерой суда. Вначале Адаму была дана возможность раскаяться. А потом, когда Всевышний, кстати, он обратился и к Хаве, тоже не получилось. И когда они не раскаялись, они были изданы из райского сада. Вот и вся история. Из нее мы должны просто правильные выводы делать. Нам нужно срочно тренировать и проверять, главное, свою веру. В этом месте вера это... Еще одну мастер расскажу. Решил один, старая мастер, решил один человек подняться на гору, посидеть на вершине в одиночестве, почувствовать гармонию, помедитировать, быть ближе к Творцу, поговорить с Творцом. Стал подниматься и подскользнулся, упал и полетел в пропасть. Летит и в последний момент зацепился за кустик и остался живых, остался повис между небом и землей. Начал кричать, есть там кто-нибудь, ему там... Тут слышит голос, да, я слушаю тебя. Он говорит, это ты. Он говорит, кто ты? Он говорит, я Бог. Вот замечательно, я как раз шел тебе помолиться, поговорить, Боже, помоги, ты можешь мне помочь? Слышит голос, конечно, я Бог, я все могу. Пожалуйста, помоги мне. Бог говорит, конечно, отпусти кустик, я тебе помогу. Человек посмотрел направо, налево и кричит, есть там еще кто-нибудь другой на небе? Это ведь мудрейшая притча. Когда мы что-нибудь просим у Творца, мы должны отдавать себе отчет в том, насколько мы ему доверяем и насколько готовы от него получить. Потому что если мы не готовы это сделать, то как нам помочь? Наша дверь заперта, туда ничего не придет. Говоря языком кабалы, сосуд может вместить и принять, только если он открыт. И только столько, сколько вмещает его объем, не больше. Наш сосуд может вместить объем этот? Каждому кажется, что он там, но если он полный собой, если он полный неверия, если он полный какой-то нигилизмом, ну а как туда вместить? Даже захочет ничего не поставить, даже Бог уже не может тебя вложить, если ты наполнен собой. Перед нами шаббат. Шаббат месяца Илул вообще любой важный, а месяц Илул особенно. Это великий шаббат, который заставляет нас, ну вот, идти вот путем, о котором мы говорили, путем веры. В этот шаббат надо тренировать веру. И очень важно, ну, шаббат вообще надо отличать от других дней. И очень важно именно в этот шаббат, если кто-то все-таки не то делал в какие-то шаббаты и не отличал его так, как положено. Сказать Богу, что все, я понял, исправлюсь, этот шаббат ты увидишь, как я великолепно проведу. И тогда браха будет и на том, кто это сделал, и на всех, кто слушал этот урок. И вообще давайте с вами тренировать веру, улучшать сосуд, и мы увидим, как замечательно все изменится. Браха вы от слаха, шаббат шалом, всего самого лучшего.